Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 4, вопрос 1297. «Если человек живет для детей, то это хорошо или плохо?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Неверующему человеку этот вопрос понятен. Поднять детей на ноги, дать им хорошее образование, завести машины, дома, устроить на должность с хорошим окладом, женить. Если жить для этого, то не стоит и жить. Какая разница? Все равно все мы смертны. Сирахова, 41 глава, с 7 по 9 стих. В Аде нет исследования о времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Сирахова, 16 глава, 4 стих. «И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых». Матфея, 16 глава, 26 стих. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Если же этот вопрос понимать по-христиански, что жить для детей значит привести их на небо, то это высокая и благородная цель. Мать сыновей Маковейских так сумела их воспитать, что они, приняв неописуемые мучения, не отреклись от отеческих обычаев и не нарушили закон Моисеева. 2 Маковейская, 7 глава. Исход, 8 глава, 18 стих. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Вот какими словами должен быть увенчан путь человека, имеющего детей. Блажен человек, имеющий верующих детей, таких как блаженный Августин у святой Моники, Климент Анкирский у Ефросинии.